Ну, во-первых, бомжей, конечно, я скажу, не так много в России, как в Европе. Непосредственно, так как я за 15 лет своей работой объездил более 120 стран мира и видел прекрасно, как там живут люди и как здесь у нас. Конечно, у нас есть те люди, которые ведут такой образ жизни не из-за хорошей жизни. То есть у каждого человека своя ситуация, да. Кого-то бросила жена, и человек больше и потерял детей, да. И человек больше не видит никакой цели в жизни, и вот он скатывается, он начинает пьянствовать, и в итоге он превращается в бомжа. У кого-то другая какая-то сфера, он был великим большим бизнесменом, да. У него произошел крах в бизнесе, он стал обыкновенным человеком, человек потерял себя и превратился в бомжа. У каждого своя непосредственная жизнь и свое событие. Конечно, здесь государство должно принимать самое активное участие для того, чтобы у нас таких людей было поменьше. А то есть мы должны создавать нормальную, хорошую работу для реализации потенциала каждого нашего гражданина. Каждый гражданин должен знать, что если он попадает, например, в какую-либо сложную ситуацию, что государство будет как мама с папой рядом и поможет этому гражданину, проведет какие-то психологические тренды, да, поговорят, создадут нормальные условия для того, чтобы, например, временной реабилитации, где человек сможет пройти определенный курс лечения, где с ним поработают психологи, где его, как говорится, восстановят и обратно дадут ему толчок к стремлению к жизни. И, конечно, это работа. А то есть каждый гражданин Российской Федерации должен знать, что он может реализовать себя и реализовать свой потенциал непосредственно. Он должен знать, что он всегда может трудоустроиться и быть нужным для общества, и быть нужным для государства, и для своей семьи, если она есть. В этом, я считаю, государство должно принимать активное участие для того, чтобы этот весь потенциал реализовать для наших граждан. Продолжение следует...